В Сургуте открылся первый в Югре центр пляжных видов спорта. В нем расположились пять площадок, на которых горожане могут получить навыки игры в футбол, волейбол и падл-теннис. Работать учреждение будет круглый год. Для чего еще можно будет использовать центр и какой толчок в развитии спорта он даст, знает Анастасия Петрова. Три, два, один! А за окном зима. В Сургуте открылся единственный в Югре центр пляжных видов спорта. Теплый песок и влажный воздух теперь смогут радовать сургутян не только на юге, но и прямо в одном из торгово-развлекательных центров города. На его месте ранее располагался павильон со строительными материалами. А уже сегодня горожане могут словно у моря босиком пройтись по теплым площадкам в ледней форме, наблюдая, как за окнами падает снег. В нашем городе большую часть года не хватает на улице тепла. Поэтому есть сложности с тем, чтобы развивать такие виды спорта, в частности пляжные и другие. Просто приятно проводить время. И очень-очень приятно, что у нас появилась у сургутян такая возможность. И просто хорошо время провести, отдохнуть на любительском уровне, поиграть в новые для нас виды спорта. Так и для спортсменов появилась новая уникальная возможность виды спорта, которые недоступны раньше были сургутянам, развивать. Сургутянам представили площадки, которые могут использоваться не только спортсменами для тренировок, но и, например, для кинотеатра, где зрительные места расположатся на песке. Кроме того, в центре можно арендовать необходимый инвентарь, а также устроится истязание в одном из новых видов спорта – падл-теннисе. От традиционного он отличается тем, что игроки могут отбивать мяч от стен и заборов. А потому корт окружен специальными стеклянными или металлическими ограждениями. Три вида пляжных вида спорта здесь можно спокойно реализовывать – это пляжный волейбол, пляжный футбол и пляжный теннис. Здесь можно проводить достаточно активно другие спортивные какие-то мероприятия, я не знаю, там веселые старты на песке. Но это очень важно для развития, в первую очередь для детей. Как вы видите, сегодня очень много детей на этой площадке, для них это действительно большой праздник. На самом деле хорошая площадка, уже сейчас занимаются представители волейбольного сообщества, ребята уже приходят, проводили здесь тренировки, им очень понравилось, очень комфортно играть. Отмечу, что для обустройства площадки потребовалось больше 600 тонн кварцевого песка, который к тому же прошел несколько этапов очистки. Как отметили сотрудники центра, его привезли, словно с экзотического пляжа. Это Ташинское месторождение, по-моему, это Уральская область. Вот, песок прошел несколько стадий обработок, он очищенный, окатанный, обеспыленный, как на Мальдивах. Вся песчаная зона у нас идет с подогревом. Это 27 на 37 метров. Появление новой площадки позволит развивать в Сургуте пляжный спорт круглогодично и более активно. Ранее для этого существовали только открытые корты, где можно было заниматься в короткий летний сезон. Кроме того, администрация Сургута рассматривает новый центр как территорию для проведения городских состязаний. Волейболом у нас в городе Сургуте занимается почти 4 тысячи человек. Это и детишки, и взрослое население. Волейбол в городе Сургуте всегда был популярен, начиная с 1923 года. То есть совместно со всей страной в прошлом году город Сургут также отмечал свое столетие. Я имею в виду волейбол. Сейчас в городе Сургуте действуют открытые две площадки, и вот сегодня открытие закрытого спортивного сооружения. Адаптировать оборудованные площадки можно почти под любой вид спорта, а потому занятие себе найдет каждый. Только вот записываться просят заранее. Центр совсем недавно распахнул свои двери, а желающих опробовать пляжный песок уже более чем достаточно. Анастасия Петрова, Сергей Коликов, Сургут, 24. КОНЕЦ